Ну вот это вот моя любимая экспозиция, тортики нам наделались, всякие разные, великолепные, я внутрь не пойду, я пройду по краю, что просто, потому что у нас тут можно ходить часами, вот такая неземная красота, ну как же, у нас есть вот такую красоту-то, ой, ой, мы только по краю, что пройдемте тут. Такую вот красоту-то, с мусинками, как будто бы, с мусинками. Ой, вон тот, как бы, его можно даже на свадьбу сделать, но она, наверное, тут свадьбу раздела. Вот так, вот такое чудо. Со слонами. Я не фотографирую теперь вообще ничего, потому что уже масса всяких фотографий. Вот так, ну еще, если медведь, медвежатки, наверное, тут. Вот это медвежатки. Он какой интересный. Он отодвигает, когда будет такое чудо. Ой, это просто сказка. Это чудо. Это чудо. Это чудо. Это чудо. Это чудо. Может, надо было заглянуть, а там спала динюбочка в душе. Такая сказка. Это чудо. Это чудо. Это чудо. Ой, ой, ой. Посмотрите. Интересный какой. Сейчас вот. Шар. Рука держит шар. На руку, по-моему, даже вселенная. Попить несколько долганей, думаю, что я здесь могу ходить часами. Но я его отпустила покурить. Я сказала, ты пока куришь, мы здесь походим. И надо же было рассказать немножечко не про то, как я восхищаюсь гордиками, а то, как у нас родилась эта экспозиция. Вот экспоцентр. В первую очередь, нужно сказать, что это как наша выставка достижения народного хозяйства. И оно начало свое существование еще до образования штата. Я вам говорила, что наш штат образовался в 1907 году, а уже в 1890-х эта ярмарка начала свое существование на территории нашего штата. И она была в Даунтауне до 1926 года. В 1923 году местный миллионер подарил, купил 240 акров земли. Его фамилия Кросби. И эту землю он подарил городу для того, чтобы на этой территории разбили специальное место для... И в первую очередь, поскольку он был нефтяным магнатом, то было оговорено условие, что помимо вот ежегодной выставки достижения народного хозяйства, на территории этого экспоцентра будут проходить выставки и совещания нефтяной промышленности представителей ее. Потому что на тот момент, если вы помните, я про это рассказывала, наш штат был нефтяной столицей Соединенных Штатов Америки. Он подарил эту землю. Было вложено еще полмиллиона и был построен экспоцентр. Не это здание, а другое. Мы в него пойдем в ноябре. Там будет выставка для детей. Я в ней всегда принимаю участие, я волонтерю. Мы там будем, но здание чуть поменьше. А это было возведено в 2000... Сейчас, секундочку, вспомню. В 1966 году. Потому что еще наш штат оставался в столице. Вот эти ножи папа тоже у меня все купил безумно дорогие. У нас это целый набор. То есть в 1966 году это здание было восстановлено. Не восстановлено, а построено. Потому что еще здесь проходили все эти выставки нефтяников. И им нужно было больше территории. И этот зал был построен на 13 тысяч посадочных мест. И в этом году я была в России. И мой директор спрашивал, Галя, как относятся американцы к миллионерам? На что я сказала, великолепно. Относятся очень любят. Потому что чем больше миллионера в стране, тем больше благополучия самой страны и каждого отдельного штата, в котором они живут. И тем спокойнее и безоблачная жизнь безработная. Потому что миллионеры платят вешеные налоги со своих доходов. Вот моя семья платит 37%, а миллионеры платят и 50%, и 60%, и даже 70% со своих доходов. В зависимости от того, какие это доходы. Вот у меня есть знакомая девочка, у которой есть вайнеры. Но она в этом году не принимает участие. Здесь можно вот за доллар получить счет любого вина. Обычно мы это здесь не делаем, потому что есть еще такое удовольствие, как в Розовом саду выставка виноделия тоже. И обычно я туда хожу, попробую различные местные вина. У нас очень много виноградников в Талфиаклахума, потому что земля содержит очень много железа, что очень хорошо для вкуса винограда и для вкуса вина. Это все местные наши марки. Вот они все монстрёвы, все дают вопросы, и многие находят своих постоянных клиентов.